Карла Кривели. Мистическая картина. Благовещение. А огурец с яблоком кто оставил? Всем любителям живописи, здравствуйте. Приглашаем вместе с нами посетить Национальную галерею Лондона. Для тех, кого живопись не интересует, рекомендую посмотреть что-нибудь другое. Находится музей на Трафальгарской площади. Мимо этой площади, на которой установлена колонна с адмиралом Гарацио Нельсоном. Трудно пройти мимо. В музее находится более 2000 образцов западноевропейской живописи с 13 до начала 20 века. Вход в музей бесплатный, но билеты нужно бронировать заранее. Ссылка на сайт музея будет под этим видео или QR-код на экране. Все картины, мы конечно же не посмотрим, но многие посмотреть удастся. Сэр Джошуа Рейнольдс. Портрет полковника Тарлтона. На картине можно увидеть, что Бонастер Тарлтон носит форму кавалерийской дивизии, известной как «Легион Тарлтона», когда командует британским легионом во время американской войны за независимость. Как и осторожно показывает художник сэр Рейнольдс, годом ранее полковник потерял два пальца правой руки. Позже в качестве члена парламента от Ливерпуля, Тарлтон выступал против отмены работорговли. Каналета. Регато на Большом канале. Одним из величайших венецианских зрелищ была ежегодная карнавальная регата. Знаменитые семьи по этому случаю щедро украшали свои лодки. Несколько фигур носит белую маску и черную накидку, связанные с карнавалом. Как и соседняя пара. Рама была сделана с учетом английского интерьера середины XVIII века, для которого была написана работа. Лука Джордана. Персей обращает Финиаса и его последователей в камень. Как сказано в Метаморфозах Овидия. Персей праздновал свою свадьбу с Андромедой, когда ее предыдущий поклонник Финиас ворвался, чтобы убить своего соперника. Персей показал голову Гаргона Медузы, обратив таким образом своих врагов в камень. Эффектная рама середины XVII века была изготовлена во Флоренции, где также работал Джордана. Снимал я на телефон, который был укреплен в стабилизаторе. Но тут ко мне подошел немолодой смотритель-охранник. И попросил убрать селфи-палку. Я был немного удивлен, так как стабилизатор мало похож на селфи-палку. Но не стал спорить с работником музея. Дальше снимал на телефон, держа его в руках, или на экшн-камеру. Хотя в других музеях проблем с использованием стабилизатора не было. Бернардо Белота. Крепость Кёнигштейн с севера. Племянник Корректор А.Егорова. Каналетто Белота развил венецианскую традицию живописи видов к северу от Альп. Он наполнил такие места, как крепость Кёнигштейн, величественным величием, сочетая миниатюрные детали с широкой монументальной панорамой. Эдуард Мане. Казнь Максимилиана. Эрцгерцог Фердинанд Максимилиан был назначен марионеточным императором Мексики Наполеоном III, но был казнен мексиканскими республиканцами в 1867 году. Здесь видна только рука Максимилиана, которую сжимает один из его генералов. Картина была разрезана после смерти Мане. Эдгар Дега позже собрал фрагменты. Клод Мане. Темза ниже Вестминстера. Мане отправился в Лондон, чтобы избежать франко-прусской войны. Серое туманное небо удачно напоминает туманы, которыми славился Лондон XIX века. Вестминстерский мост и здание парламента показаны на заднем плане. Справа деревянный пирс, выступающий из недавно построенной набережной Виктории. Эдгар Дега. Портрет Елены Карафа. Елена Карафа, одна из итальянских кузин Дега, сидит в кресле с открытой книгой на коленях. Ее прямой взгляд создает впечатление, что она чувствует себя непринужденно. Портрет, вероятно, был написан, когда художник посетил Неаполь и был на похоронах своего дяди Ахилла. Черное платье Елены говорит о том, что она в трауре. Эдгар Дега. Артисты балета. Балет и артисты балета, либо на репетициях, как здесь, либо в спектаклях, были для Дега навязчивой идеей на протяжении всей жизни. В этой незавершенной работе Холст необычайно груб, но его открытое переплетение дополняет широкую манеру работы художника с красками. Камиль Писара. Портрет Сезанна. Этот портрет свидетельствует о дружбе Писара и Сезанна, которые часто рисовали вместе в пантуазе в 1870-е годы. Карикатура слева, работы Андре Жилли представляет спасение Франции после франко-прусской войны. На картине справа, работы Леонса Пети, изображен художник Курбе, произносящий тост, по-видимому, направленный за Сезанна. Ниже – пейзаж Писара. Эдгар Дега. Молодые спартанцы тренируются. Девочки и мальчики готовятся к борьбе под наблюдением своих матерей или Курга, законодателя древней Спарты. Сюжет взят из греческой истории, а фризовая композиция напоминает классические рельефы. Однако очевидных классических символов нет, и спартанские мальчики были созданы по образцу юноши из Манмартра в Париже. Фризовая композиция. Это условное пространство, используется для показа течения жизни во времени, последовательного развития событий. Предметы и фигуры связаны друг с другом жестами, движением, ритмом и размещаются в пределах полосы. Винсент Ван Гог. Два краба. После выписки из больницы в Орлье. В январе 1889 года, Ван Гог приступил к серии натюрмортов, в том числе крабовым исследованием. На этой картине может быть изображен один и тот же краб в вертикальном положении, и на спине. Параллельные мазки создают форму существа на буйной морской поверхности. Винсент Ван Гог. Подсолнухи. Ван Гог ассоциировал желтый цвет с надеждой и дружбой. Четыре его полотна подсолнухи, написанные для украшения его дома в Орле, по его мнению выражали идею, символизирующую благодарность. Кажется, ему особенно понравилась эта картина, которую он повесил в гостевой спальне, в ожидании приезда своего друга, художника Поля Гогена. Одна из четырех картин, находится в этом музее. Сейчас картина собирает вокруг себя еще больше зрителей. После того, как молодые, идиотки, эко-активистки, облили супом картину подсолнухи Ван Гога, в октябре 1922 года. К счастью, картина не пострадала, она закрыта защитным стеклом. Жорж Сера, купающийся в Аньере. Аньер – пригород Парижа. Справа остров Гран-де-Жат, а вдалеке – фабрики Кляши. Сера переработал части изображения, такие как шляпа мальчика справа, вероятно, в 1886 году, после того, как он изобрел технику использования точек контрастного цвета, для создания яркого, светящегося эффекта. Работа основана на многочисленных подготовительных рисунках. Хаакин Сарулия – пьяница, сарауз. Илия Эль-Барача, сарауз. Пятеро пьющих мужчин собираются в таверне Сарауза, баскского города, где Сарулия провел лето 1910 года. Один мужчина, более пьяный, чем остальные, смотрит на художника с лезящимися глазами. На этом крупномашине свободно написанном эскизе Сарулия впервые за десятилетия исследует крестьянскую тему. Джордж Беллоус. Люди из доков. Беллоус прибыл в Нью-Йорк в 1904 году, где обнаружил богатую тему жизни бедных рабочих в быстро развивающемся мегаполисе. Здесь паденщики ждут работы в доках Бруклина, серым зимним утром. Вдали возвышаются башни Нижнего Манхэттена. Макс Пехштейн. Портрет Шарлотты Курт. Шарлотте Курт было 15 лет, когда Макс Пехштейн написал ее портрет в полный рост. Одетая в красное, ее большие черные глаза уверенно смотрят на зрителя, передавая мощное присутствие. Ее отец Макс Курт, заказавший картину, был покровителем авангарда. Пехштейн был ведущим членом экспрессионистского движения, основанного в 1905 году с целью привлечь все революционные и беспокойные силы. Пьер-Агюст Ренуар. Зонтики. Это шумная улица Парижа под дождем, типично для сцен повседневной и современной жизни, любимых Ренуаром и импрессионистами. Помощница модистки с коробкой для ленты смотрит на зрителя, как и маленькая девочка, а позади них разворачивается балдахин из зонтиков. Ренуар начал картину, используя мягкий, перистый стиль. Но позже переработал левую сторону, используя более жесткие контуры и приглушенные цвета. Густав Климт. Портрет Гермины Галии. Великий венский художник нашел для своих портретов постоянную клиентуру среди самых элегантных и просвещенных покровительниц города. Климт разработал платье, которое носит Гермина Галия. И полотно в целом отражает его нежные цвета и богатую декоративную вышивку. А сейчас подойдем к картине, из-за которой мы единогласно решили посетить Национальную галерею еще раз. Прошлый раз мы были в Национальной галерее несколько лет назад. Когда представилась возможность еще раз посетить этот музей, сразу вспомнили про Гальбейна. Эта картина просто чудесна. Из-за нее одной можно посетить галерею. Она стоит этого. Гальбейн был художником немецкого происхождения, который большую часть своего времени проводил в Англии. На картине послы. Два богато одетых человека. Слева, французский посол в Лондоне, Жан де Дентивиль. Справа, французский посланник в Венеции, епископ Жорж де Сельф. Стоят перед высоким столом, загроможденным множеством предметов. Они намекают на их религиозные, интеллектуальные и художественные интересы. Надпись на кинжале показывает, что Жану де Дентивилю 29 лет. Епископ Жорж де Сельф опирается рукой на книгу, на которой написано, что ему уже 25 лет. Среди ключей к ассоциациям фигур набор научных инструментов, включая два глобуса, один небесный, который на столе, и один земной, который внизу. Циферблат пастуха. Это тип солнечных часов, которые измеряют высоту Солнца с помощью так называемой обратной тени. Он маленький и портативный. Он назван в честь перенейских пастухов, которые наносили такие солнечные часы на свои посохи. Этот тип солнечных часов был очень популярен в XVI и XVII веке. Квадрант. Это инструмент, используемый для измерения углов до 90 градусов. Различные версии этого прибора можно было использовать для вычисления различных показаний, таких как долгота, широта и время суток. Таркветум. Это астрономический инструмент, позволяющий производить измерения в различных системах небесных координат, горизонтальной, экваториальной и эклиптической. С его помощью можно также осуществлять переходы между этими координатными системами, так что Таркветум можно считать аналоговым вычислительным устройством. Был изобретен западноарабским астрономом Джабиром Ибнафлахом в первой половине XII столетия. И многогранные солнечные часы. Многогранные солнечные часы, изображенные Гальбейном, представляют собой полигедрон, фигуру из двух усеченных квадратных пирамид, соединенных основаниями. У них восемь рабочих граней. Три из видимых циферблата показывают время, но, увы, оно разное. Наблюдательные исследователи отмечают, что это и неудивительно, часы не установлены по полуденной линии с юга на север, так что могут показывать все, что угодно. А также различные ткани. Один ковер чего стоит, написанный в мельчайших подробностях. Гальбейн был мастером, создавая свои картины в мельчайших подробностях. Его картины напоминают нам цветные фотографии в высоком разрешении. Но это не просто фотография, а некое повествование, рассказ художника. Картина посла имеет размеры, чуть больше, чем 2 на 2 метра. Напольная мозаика основана на дизайне вестминстерского аббатства. Картина была написана для Жана де Дентивилли и висела в его семейном доме в Полисе, Шампань. Полисей отмечен на глобусе. Не буду рассматривать небесный глобус, который стоял на столе, так как там много вопросов, которые до сих пор разгадать до конца не могут. Но земной глобус интересно рассмотреть поподробнее. Перевернем изображение для лучшего осмотра. Полисе, Шампань, откуда сам Жан де Дентивилли. Кстати, это он заплатил за работу над этой картиной художнику. Тартарии, и не одна. Их оказалось несколько. Показаны земли Ливонского ордена. Россия. И еще Россия. Неожиданно. Царство Московское. На территории России. Пруссия. Польша. Неожиданно Болгария находится на этом месте. Не видамая мне земля, Танаис. Был когда-то город-поселение, Танаис, в дельте реки Дон. Кремания, я не знаю, что это за государство. Нагай, что это, я тоже не знаю. Интересно, на сегодняшний день кто-то разгадал эти загадки. Напомню, эта картина была написана в 1533 году. Значение предметов на полках вызывает много споров. На полке лежит книга по арифметике. Приоткрытая на странице, связанной с арифметическим действием, деление. Музыкальный инструмент, лютня. У лютни оборвана струна. Играть на ней уже больше не получится. Порванная струна лютни символизирует раздор, возможно, политическую и религиозную дисгармонию в Европе во времена реформации. Открытый сборник церковных гимнов. С нотами уже лютеранского гимна. Футляр для флейт, в котором отсутствует одна флейта. Все это указывает на разделение церкви. Напомню. Формальным поводом для разрыва отношений Генриха VIII с папством стал в 1529 году отказ папы Климента VII признать незаконным брак Генриха с Екатериной Арагонской и соответственно, аннулировать его, чтобы тот смог жениться на Аниболейн. В такой ситуации король принял решение разорвать связь с апостольским престолом. В 1532 году парламент принял решение, запрещающее впредь обращение к папе по церковным делам. В январе 1533 года Генрих самовольно женился на Аниболейн. Папа римский Климент VII – 11 июля 1533 года отлучил короля от церкви. А уже в следующем году, Генрих был провозглашен главой церкви Англии. В это время Гальбейн и создавал свою картину. Картина была заказана молодым послом Жаном де Дентевиллем во знаменовании визита в Лондон его друга, епископа Жоржа де Селви. Двое мужчин находились в сложной и в конечном итоге неудачной дипломатической миссии, чтобы залечить разрыв между Генрихом VIII и Римской церковью, отсюда и название картины. Послы. В буйной эпидемии смертельных болезней, таких как чума, были обычным явлением. Сам Гальбейн умер от чумы в Лондоне в 1543 году. Самым значительным смертельным признаком послов является неразборчиво искаженный череп, который тянется через нижний центр картины. Он отчетливо виден, если смотреть на картину сбоку, а лучше лечь на пол. Но извините, я этого делать не стал. Момента моря. Что значит, помни о смерти. Такой же девиз и у Жана де Дентевилля. И если присмотреться, то на его головном уборе присутствует череп. Когда смотришь на череп, то остальное на картине представляется иллюзорным. Вся жизнь иллюзорна. Суета-сует. Вся наша жизнь – это суета. Только маленькую надежду дает Гальбейн в своей картине. Распятие Христа, выглядывающее за материей, вверху слева. Таким образом, главная тема картины в том, что никакое материальное богатство, силы или образование не могут предотвратить неизбежную смерть. В этом случае, неизбежным было решение Генриха Восьмого создать свою собственную церковь. Я хочу сказать, что картина только в 1890 году оказалась в Национальной галерее. До этого она много раз продавалась и покупалась на различных аукционах. После приобретения картины Национальной галерей было обнаружено, что картина находится в плохом состоянии. Деревянные доски, которые использовались для ее изготовления, в какой-то момент были разнесены, что нанесло значительный ущерб лакокрасочному покрытию. Картина была деформирована и выгнута наружу, в результате чего между досками образовались щели, которые были заполнены предыдущими реставраторами. Было нанесено большое количество лака, а шторы сильно перекрашены. Была проделана работа по исправлению повреждений, удалению результатов старых реставрационных работ и повторному нанесению лака, в результате чего стали видны распятия и детали медальона, который носил Данте Виль. Полностью реставрация картины была завершена в 1996 году. И сейчас любой желающий может увидеть ее, посетив Национальную галерею в Лондоне. А мы, продолжаем осматривать чудесные картины далее. Если вам интересно. Идемте вместе с нами. В комментарии, под отдельным видео, о картине послы. Мне написали. Нагай это современный регион на территориях субъектов Российской Федерации России. Название региона происходит от этнонима Нагайцы. Хочется выразить благодарность за уточнение. Итак, продолжаем экскурсию по Национальной галерее Лондона. Сэр Джошуа Рейнольдс. Капитан Роберт Орм. Капитан Орм сражался против французов в Северной Америке, которая тогда еще была британской колонией. Он изображен в форме гвардейцев Калдстрима, собирающимся сесть на лошадь. Содержание письма, которое он держит, не показано. Возможно, он несет новости о битве, видимые на заднем плане справа. Художник Джон Констебль. Тележка с сеном. Повозка, запряженная лошадьми, пересекающая брод. Вдалеке можно увидеть рабочих, косящих сено на полях. На пейзаже нарисована река Стоур в графстве Сафолк. Это родное место для художника Констебля. Белое здание с красной крышей слева, было домом местного фермера Вилли Лотта. Художник Джордж Стабс. Семьи Милбанг и Мельбурн. Элизабет Милбанг, она изображена слева, вышла замуж за Пеннистона Лэмбо, крайний справа. Позже ставшего первым виконтом Мельбурном, незадолго до того, как был написан этот групповой портрет. Она изображена сидящей в карете, возможно потому, что в то время она была беременна. Остальные натурщики, слева направо. Ее отец сэр Ральф Милбанг, ее брат Джон Милбанг. Питер Пауль Рубенс. Водопой. Рубенс вспоминает пейзажи своих фламандских предшественников, пишет эту картину, опираясь на их реализм, для создания более величественной реалистичной обстановки. Эта картина принадлежала герцогу Монтигю с 1763 по 1768 год. Джордж Стапс. Уистл Джейкет. Уистл Джейкет. Вторая призовая скаковая лошадь маркиза Рокингема, представлена в натуральную величину и встала на дыбы. Обычно такая поза лошади использовалась в конных портретах военачальников. Специалист по рисованию лошадей. Стапс намеренно изобразил луистл Джейкет и без всадника на пустом фоне, заставляя зрителя сосредоточиться исключительно на величественной красоте и безудержной мощи арабского жеребца. Джозеф Райт из Дерби. Эксперимент с птицей в воздушном насосе. Лектор демонстрирует создание вакуума. Белый какаду экзотическая птица, которую вряд ли использовали для этого эксперимента, заключен в стеклянную колбу, из которой насосом откачивается воздух. Обстановка при свечах характерна для интереса Райта к драматическим контрастам света и тени. Это одна из многих картин с освещением свечами, написанных Райтом в 1760-е годы. Картина, представляющая научный опыт, необычный стилем изображения. Картины Райта, где главными героями были ученые, ремесленники, рабочие, признавались современниками необычными. Однако он, провинциальный художник, не снискавший известности в высшем обществе, не имел последователей. В рамках изображенного на картине естественно-научного эксперимента, воздушный насос Роберта Бойли используется для лишения птицы воздуха на глазах у публики. Реакция на происходящее у свидетелей опыта различна. Но в целом интерес к происходящему преобладает над тревогой о судьбе птицы. В композиции отсутствует центральная фигура, художник будто приглашает зрителя картины присоединиться к кругу изображенных. Джозеф Мэллард Уильям Тернер. Улисс высмеивает Полифема. Одиссея Гомера. Сюжет взят из Одиссея Гомера. Улисс и его спутники ослепили одноглазого великана Полифема, которого видели в горах слева. Восходящее солнце показывает едва различимые очертания лошадей, тянущих колесницу бога солнца Аполлона. Перед кораблем плывут прозрачные морские нимфы. Художник Клод. Пейзаж с нарциссом и эхом. Нарцисс, у кромки воды, влюбился в свое отражение. На заднем фоне руины некоего замка недалеко от Рима, где художник провел большую часть своей жизни. В 18 веке, Клод был одним из самых коллекционируемых художников в Англии. Его картины оказали влияние на английских живописцев, Тернера и Констебла. Джозеф Мэллард Уильям Тернер. Пирс Калле. Прибытие английского пакет-бота. Английский пакет-бот, или почтовый корабль, переполненный путешественниками, едва избегает столкновения с французским рыбацким судном, когда тот пытается причалить к берегу. Эта картина основана на кошмарных воспоминаниях Тернера, связанного с высадкой во время шторма в Кале, во время его первой поездки за границу, в 1802 году. Еще картины Уильяма Тернера. Боевой Темериор тянется к последнему причалу для разборки. На картине изображено последнее путешествие Темериора, знаменитого военного корабля, проданного Королевским флотом в 1838 году. Его отбуксировали по Темзе из Ширнесса, Кенте, Навер для разборки судов, Роттер-Хите, Южный Лондон. Тернер противопоставляет корабль ветеран, видимый на фоне заходящего солнца, современному паровому буксиру. Голландские лодки во время шторма. Небольшие лодки могут в любой момент столкнуться. Во время шторма на море. Темные облака усиливают ощущение опасности. Картина была заказана третьим герцогом, Брид Шуотерским, как дополнение к находившемуся в его владении, голландскому морскому пейзажу 17 века. Еще картина Уильяма Тернера. Дождь, пар и скорость. Великая западная железная дорога, 1844 год. На картине художник изобразил мчащийся поезд, единственно четко распознаваемой деталью которого является труба паровоза. Все остальное тонет и растворяется в золотистом мареве. На картине можно разглядеть опоры моста и лодку с двумя пассажирами. Картина была написана после поездки Тернера, по большой западной железной дороге. Карла Кривели. Благовещение со святым Эмидием. Невероятная картина. Картина непростая, читается не сходу. Картина может даже, и о неблаговещении, или не о святом Эмидии, а о городе. Кривели, непростой художник, закодировал картину так, что понять ее можно только внимательно читая, сопоставляет тщательно выписанные детали. Картина, возможно, лучше смотреть глазами девочки. Некоторые почему-то утверждают, что это мальчик. Но, впрочем, это не так важно. Архангел Гавриил спустился с неба и повернулся лицом к Деве Марии, чтобы сообщить ей весть о том, что Господь дает ей величайшую благодать, быть матерью Сына Божия. Он держит цветок белой лилии, символ непорочного зачатия. Епископ города Асколи, Эмидий, держа в руке модель своего города, просит о защите города. Это не летающая тарелка, как может показаться многим. Облако, из которого исходит луч, символ Господне Всеведения. Этот луч света настолько силен, что он находит отверстие в стене и достигает головы Девы Марии. Павлин на балюстраде, как символ бессмертия. Согласно средневековой легенде, тело этой птицы было нетленно. Чуть правее павлина, горшочек с миртовым деревцем, мирт – символ мира, любви и верности. Фигуры горожан, монахов и многое другое. Каждая деталь на картине – это символ. Искусствоведы до сих пор ломают копья, расшифровывая эти символы. А огурчик с яблочком, что бы это значило? Можно бесконечно любоваться этим произведением, Карла Кривели. Конец первой части. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова